Приветствую вас, друзья, с вами Лебедев Артём. Сегодня мы рассмотрим топоры от производителя Fiskars. У меня на столе 6 топоров из линейки X, а именно X7, X10 и X11. X7 и X10 это универсальные топоры. X11 это топор-колун. А также из новой линейки Norden N7, N10 и N12. Точно так же два универсальных топорика и один топор-колун. Обе линейки топоров производятся на фабрике BillNass в Финляндии. И как одна серия, так и другая серия имеют гарантию 25 лет. Давайте сначала сравним между собой X-серию и Norden. И уже потом более подробно о Norden и проверим все топоры в работе. Рассматривать будем на примере X10 и N10. Топоры у меня уже были в работе. Перед тем, как снять обзор, я их протестировал. У X10 информационная брошюра. У Norden в комплекте буклет, где можно узнать о технических характеристиках, об истории и вообще о топорах, как им пользоваться, рекомендации и так далее и тому подобное. Чехлом для транспортировки и хранения пользоваться удобно. Здесь есть специальное место для подвески. Также специальное отверстие. И как рукоять. У Norden из армированного полиамида выполнена только верхняя часть. И сделано это неспроста. Во-первых, особая форма для того, чтобы не слетало лезвие. Оно надежно зафиксировано и никуда не слетит. Это главное отличие от традиционных топоров с деревянной ручкой. Деревянные топорища целиком и полностью проходят. Но единственное то, что вот здесь оно покрыто армированным полиамидом для защиты от поломки при промахе. Лезвие и у одного, и у второго топора схожи. И заточка также 30 градусов. Та же самая закалка. Здесь все идентично. По длине они также схожи. Но самое главное различие, конечно, то, что серия Norden сочетает в себе серию X и традиционную деревянную рукоять. Рукоять выполнена из древесины гекори. Пропитана топорища специальным лаком. Именно пропитана не тонкое покрытие, которое трескается, а именно пропитка. Помимо того, что рукояти выполнены из разных материалов, у X-серии прямая рукоять, у серии Norden она с изгибом. Низ рукояти, как у одной, так и у другой серии, выполнен для того, чтобы не выскользнул инструмент из рук. Обе серии в руке лежат отлично, но деревянная рукоять, она здесь выигрывает в чем? В том, что, ну, все равно, натуральный материал, он в руке лежит приятнее. И хорошо, что покрытие не таким глянцевым лаком, все закрыто, запечатано. А именно, сохранена натуральность, натуральность древесины. Ну, люблю я деревяшки всякие. И поэтому по душе, прям, ну, действительно по душе. Когда мы занимаемся колкой дров, у нас центр тяжести смещен там, где нужно, но есть один нюанс. Как и у всех топоров с деревянной рукоятью, она жестче, чем полиамид. При промахе у нас в руку отдает, конечно, немного посильнее. Полимерная рукоять в этой ситуации выигрывает, но именно при промахе, при колке дров этой разницы незаметна. Топорами Norden я работал больше, чем X-серии. Давайте посмотрим на лезвие. Мы видим покрытие антифрикционное. Вот это то, что видим, это содралась немного краска при работе. Так, по заточке все осталось в порядке. Заточка у универсального топора 30 градусов, у топора серии N12, это уже топор-колун. Здесь уже заточка 35 градусов. И обратите внимание на само тело лезвия. Здесь у нас равномерно, а здесь уже широкий клей. А теперь давайте посмотрим на топорики в работе на примере колки дров. КОНЕЦ! 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 Продолжение следует... С колкой дров справляется отлично, теперь сделаем несколько зарубок. Сначала попробуем слегка, чтобы посмотреть, как заходит лезвие, а потом немного с усилием. Продолжение следует... Обратите внимание на некоторые инструкции при пользовании такими топорами. Когда мы ударили по пню и он не раскололся до конца, нельзя вот так вот дораскалывать. И следующий момент. Нельзя бить ничем кувалдой никакой, например, и обухом тоже. Топоры справляются отлично. И с первого раза можно ударить, и со второго, потому что они не застревают в древесине. В работе они показывают себя отлично. Главное определиться, для чего вам нужен топор. Для колки дров и валки деревьев или же, например, походный. Лично у меня осталось крайне положительное впечатление, особенно от серии Norden. Если бы, например, мне такой в подарок подарили бы, то я бы обязательно его брал на природу при первом же возможном случае. Пишите в комментариях, как вам такие топорики. Может быть, вы уже пользовались. Может быть, хотите только приобрести. Пишите все от и до. На этом этот обзор подошел к концу. И с вами был Лебедев Артем. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok